Дорожный просвет Реализация национального проекта безопасные и качественные автомобильные дороги в интервью с главным инженером Новгород-Автодора Леонидом Орденко Участие в масштабном национальном проекте требует серьезной мобилизации всех ресурсов региона Перед руководством Министерства транспорта и Новгород-Автодора стоит задача сделать так, чтобы дорожный комплекс области работал максимально эффективно Для этого прежде всего потребовалось собрать команду профессиональных специалистов, усилить контроль качества и сделать каждый этап работы максимально прозрачным Подрядчикам предстояло подготовиться, трудиться в соответствии с жесткими требованиями и на полной мощности И вот уже в этом году система дала первые позитивные результаты О том, чего удалось достичь дорожникам и как в целом строится работа специалистов Нам рассказал главный инженер Новгород-Автодора Леонид Орденко Цель и задачи наши это сохранность дорожной сети Новгородской области То есть в том числе и ремонт, и реконструкция, и развитие строительства новых каких-то магистралей Ну то есть не только за ремонт? Нет, нет, конечно, это круглогодичное содержание, это поддержание там в проезжем состоянии, поддержание безопасности дорожного движения при любых погодных условиях Ну и соответственно там все сопутствующие виды работ по дорогам Введение Новгород-Автодора – дороги регионального и межмуниципального значения Их содержание и ремонт постоянно на глазах у жителей Но прежде чем начать любые дорожные работы, требуется провести большую подготовку Она, что называется, кипит внутри кабинетов учреждения Первый и самый главный шаг – принять решение, какие направления должны быть отремонтированы И здесь, помимо учета технических особенностей объектов, специалисты руководствуются еще одним главным правилом С оптимизацией школьной программы – это, естественно, школы, школьные автобусы, то есть школьные автобусные маршруты Предположим, дорога не столь интенсивная, сколько социально значимая Но единственная дорога, по которой и возят детей в школу И за медицинским обслуживанием приходится ездить в какие-то более крупные населенные пункты Следовательно, люди на работу перемещаются и с работы Ну и мы понимаем, что такие дороги, они в первую очередь подлежат, конечно, нашему вниманию В этом году у нас Новгородская область получила просто беспрецедентное финансирование Таких сумм не выделялось ни 5 лет назад И рассчитано оно до 2024 года И обещают, что и суммы не будут уменьшаться, а только увеличиваться Вот как удалось распланировать эти суммы и что будет отремонтировано в этом году? Ну, на самом деле, работа по подготовке к реализации национального проекта ведется уже год С осени 2018 года там были неоднократные заслушивания в Москве В том числе какие-то стратегические мероприятия Следовательно, наверное, увидев, что мы готовы Увидев, что у нас есть определенное стратегическое планирование Ну, то есть правительство в лице Росавтодора, наверное, выделило нам такие деньги Ну, соответственно, мы старались не подвести И уже на раннем этапе подготовили все лоты Провели торговые процедуры Ну и, соответственно, с наступлением благоприятных погодных условий Приступили к их реализации Ну, то есть мы один из передовых регионов, получается Кто включился в эту программу? Ну, не хотелось бы, наверное, похвастаться Но мы на хорошем счету То есть мы не в конце и, скорее всего, даже не в середине То есть у нас хорошие результаты Стратегическое планирование в случае с ремонтом новгородских дорог Рассчитано на 6 лет Как и положено, согласно условиям участия региона В национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Планы ремонтов на ближайшие годы, конечно, сформированы заранее Но уже в этом году активные темпы работ Позволили отремонтировать некоторые участки раньше заявленного срока Спасибо дорожникам Те дороги, которые находятся сейчас в более критическом состоянии Опять же, то, о чем мы с вами говорили Мы быстро подготавливаем какие-то документы Проектно-сметную документацию И размещаем, проводим торговые процедуры И подрядчики выходят и делают То есть у нас в этом году уже была такая работа У нас дополнительные субсидии, не входящие изначально Те средства, которые были выделены на реализацию национального проекта Быстро среагировали на ситуацию И, в общем-то, запустили еще реализацию каких-то участков Можем сейчас вспомнить, какие эти участки? Ну, в данный момент мы сделали дорогу Чауни-Керест Это был у нас лот, который по агломерации так называемый сформирован Это дороги Новгородского района Потом сейчас мы уже, я думаю, что до конца года реализуем ремонт дороги Мясной Бор-Захарина Опять же, тоже там в другом лоте по агломерации Ну и дорога Бронница-Чистова Леонид Владимирович, расскажите, пожалуйста, о контрактах Которые основаны на принципах жизненного цикла В чем их особенности и преимущества? Преимущество в том, что контракт разыгрывается сроком не менее чем на три года То есть это такой сейчас, наверное, один из трендов Росавтодора, Минтранса и вообще нашей дальнейшей дорожной стратегии нашей страны То есть это контракт, предусматривающий не только ремонт, но и последующее содержание эксплуатации В течение трех лет отремонтированного участка То есть один и тот же подрядчик? Один и тот же подрядчик, да, и ремонтируют, и содержат три года Изначально ведь ставилась задача отремонтировать опорную сеть в регионе И как эти планы поменялись в связи с национальным проектом? Наверное, у нас планы по ремонту опорной сети Они так плавно, наверное, интегрировались в реализацию национального проекта Это те дороги, которые имеют, скажем так, наверное, самое большее значение для нашего субъекта Поскольку это дороги между районными населенными пунктами и столицей субъекта Это самые основные транспортные магистрали, по которым осуществляются и грузовые, и пассажирские перевозки И, соответственно, нацпроект дал нам возможность только расширить, увеличить список всех этих дорог А вот можете вспомнить те дороги, которые были внесены в этот список исключительно по обращению граждан Не потому, что там скорая помощь едет в больницу, а вот граждане просто завалили просьбами, вопросами Вы же знаете, масса таких дорог, просто там, начиная, наверное, крест Соколов-Коборовичи Там, наверное, 50 на 50, то есть это и второй по величине город в субъекте И плюс, опять же, там многочисленные обращения Дорога Боровичи-Перилучи Вот это вот именно тот случай, когда именно обращение граждан заставили обратить на нее внимание У нас идет постоянная работа У нас там работает учреждение Центр управления производством, да, которое собирает обращение граждан в режиме 24 на 7 То есть и, соответственно, вся эта информация аккумулируется, обрабатывается курирующими специалистами И там из отдела содержания, после чего там уже специалисты, которые занимаются формированием дефектных ведомостей Там выезжают, там все это тоже обрабатывают То есть у нас подготовительная работа, она идет постоянно Нас, скажем так, от каких-то последующих действий ограничивают только возможности в некотором случае На ваш личный взгляд, какие из отремонтированных участков дорог в этом году можно назвать главными? Знаете, вот такие вопросы задаете, просто в тупик вот ставят такой вопрос Для нас, естественно, все участки дорог, они там важные, значимые Потому что там живут люди, да, им необходимо там добираться, возить детей в школу Поэтому ответить однозначно на этот вопрос невозможно Очень важная дорога, наверное, мне кажется, старая Руссо-Белебелка Да, это такой, ну, очень тоже тяжелый был момент Очень много там обращений было И эта дорога, она там, на сожалению, не попала там в опорную сеть Да, и было там достаточно тяжело выйти на ее реализацию Но, слава богу, там вот Как раннее начало ремонтной кампании отразилось на ее ходе? В первую очередь, конечно, интересует, все ли подрядчики успели выйти Успели приступить к работам, набрать свои команды? Да, в этом году мы начали работать, если мне память не изменяет Уже где-то с середины мая приступили к ремонтным работам Поэтому, ну, в этом году мы и, в общем-то, сейчас уже, наверное, даже с превышением тех ранее заявленных объемов То есть находимся уже в фазе завершения То есть мы там уже сейчас паспортные данные сейчас уже превышаем паспорта национального проекта Ну, и, надеюсь, там перешагнем, там, наверное, процентов на 15-20, надеюсь, что за те километры, которые должны были сделать согласно паспорту программы Вы занимаете должность главного инженера в Новгород-Автодоре А главный инженер – это тот человек, который досконально знает и каждый контракт, и каждый участок, где сейчас ведется ремонт Как лично вы оцениваете работу дорожников в 2019 году? Работа достаточно тоже сложная Коварный вопрос, я бы сказал Нет, на самом деле я оцениваю работу как удовлетворительную Не хочется, опять же, ни перехваливать, ни заниматься самокритикой Просто, ну, цифры говорят сами за себя На данный момент мы отремонтировали порядка 240 вместо запланированных 233 И, ну, как бы, собираемся в последствии только увеличить эту цифру до конца года Вы наверняка общаетесь с коллегами из других регионов Вот, на ваш взгляд, на их фоне, насколько хорошо эта ремонтная кампания проходит у нас И, может быть, какое место мы занимаем среди регионов нашей страны? Ну, субъекты все разные И, как бы, и целевые задачи у всех разные И амбиции разные И разное финансирование Поэтому сказать, кто лучше, кто хуже, наверное, будет неправильно Рейтинги, в которых находится Новгородская область Именно среди тех областей, которые больше подходят Но мы, наверное, находимся Ну, если не впереди, то в первой пятерке точно За последние три года сотрудники Новгород-Автодора полностью поменяли подход к работе И результат мы каждый день видим и чувствуем на дорогах региона Где все чаще встречается ровное покрытие, яркая разметка и знаки А вместе с качественными и безопасными дорогами и хорошее настроение в пути Во-первых, это смена руководства и региона в целом Ну, и, наверное, тот руководитель, который руководит сейчас Новгород-Автодором Климов Дмитрий Андреевич там очень много для этого сделал Да, он собрал, во-первых, там команду, скажем так, специалистов Да, ну и, опять же, там выстроил вот эту стратегию, которая принесла свой результат Мы не распаляемся и, скажем так, не делаем по 2-3 километра в различных уголках области Лучше отремонтировать дорогу целиком от начала и до конца Желательно со всеми конструктивными элементами, включая какие-то работы по содержанию То есть дать максимально пользователю максимально законченный продукт То есть не 3 километра, которые там из всей дороги находятся в более критичном состоянии А отремонтировать дорогу в целом, чтобы просто сделали и забыли на какое-то количество времени И больше там не возвращаемся Вот такая-то С вами была Наталья Савицкая Дорожный просвет снова в эфире совсем скоро Ровных всем нам дорог и увидимся на НТ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова